Всем привет! В этом ролике я вам покажу, как я сделал копию своей машины из реальной жизни, расскажу сколько я ее купил, собрал там и так далее. Надеюсь, что вам подобный ролик понравится. Ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а при старте игры вам конечно же поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита! Ну что ж, ребятки, давайте начнем с небольшой предыстории, как вообще так получилось, что я себе в жизни приобрел автомобиль. Получается, 31 марта я уже планировал ехать смотреть мотоцикл, но здесь, в последнюю очередь, мне мой друг и брат говорили, что «А ты не хочешь купить машину?» Я подумал-подумал часик и все-таки решил, что действительно нужно брать автомобиль. Зашел на доски объявлений и нашел тот самый автомобиль. Там было конечно же несколько вариантов, которые я выбрал, но по факту купил я первый автомобиль, который я увидел. Это была пятерка. Как бы фотографии у вас на экране, в будущем выйдет уже более такое подробное видео. Ну а теперь давайте сравним, как бы, насколько я сделал себе копию автомобиля. Понятное дело то, что точную копию сделать из Магу, это само собой... Чун-то, блядь! Сука! Извиняюсь, ребятки, я трошки приболел. Обчихаю, блядь. Как дикий просто. Ну что ж, ребятки, вот за моей спиной тот самый автомобиль, который я собрал как копию своего автомобиля из реальной жизни. Да, если что, ребятки, это не пятерка. То есть у меня в реальной жизни ВАЗ-2105, это ВАЗ-2907. Почему ВАЗ-2107, а не ВАЗ-2105 я купил? Потому что, я думаю, вы сами видели, как выглядит ВАЗ-2105 на проекте Мази Холиплей. Она там какая-то в обвесе, на расширении, со спойлером, там люстра не висит. Было бы, наверное, интереснее, если бы я вообще-таки пятерку собрал. Но, сами понимаете, то, что она очень сильно отличается, как бы, и диски там даже столько бы нельзя поставить. Поэтому я принял решение вообще-таки взять семерку. Тем более, семерка и пятерка не особо так и различаются. Они различаются салоном, ну, точнее, торпедой и приборкой. И, получается, решеткой. Поэтому, ребятки, я надеюсь, то, что вы меня строго осудить не будете. То, что я взял не пятерку, а семерку. То есть отличия, как бы, минимальные. Ну и номера здесь тоже, конечно же, отличаются. Потому что у меня в реальной жизни номера такие, которых нет на проекте Мази Холиплей. К сожалению, то есть я по номерам не могу сделать копию своего автомобиля. Потому что у меня старый образец номеров. Но зато я вот такие вот сюда номера поставил на своем регионе. То есть, что я считаю, номера тоже такие неплохие. То есть, да, пацаны, это не точно копия. Я это прекрасно понимаю. И вы это понимаете. Но что я смог сделать, то я как бы и сделал. То есть, прям копию в точь-точь, конечно же, я сделать не смогу. Фары, если что, у меня такого же цвета. То есть, у меня стоят в реальной жизни LED-лампы. И они светят в точь-точь таким же цветом, как здесь в игре. Поворотники у меня, кстати, белые. В реальной жизни здесь они желтые. То есть, у меня сбоку белые поворотники. И в самой фаре тоже белые поворотники. То есть, возможно, многие подумали, что это просто стоковый автомобиль. То есть, просто я купил в автосалоне и поставил номера. Но нет, ребятки. Я как бы пошел намного дальше. То есть, я думаю, вы можете понять, что да. Здесь фул зеленый ПТС. Здесь даже гидравлика, понимаете, стоит. Батяна бачком ебашь. Прям как моя. Но моя так погрязи только едет. По асфальту я как бы не пробовал и пробовать не буду. Но погрязи, моя машина в реальной жизни едет так же боком. Как бы это уже проверено. Я уже как бы проверял. Это нормально. И я, в принципе, доволен. То есть, я просто по фану купил эту машину на самом деле. То есть, 31 числа, 31 марта. Я купил себе этот автомобиль в реальной жизни. И в этот же день я купил себе вот этот автомобиль в игре. Так чисто иногда погонять, знаете. Вдруг та слабается. Хотя бы в игре смогу ездить. Ну и, короче, ну по приколу я взял, пацаны. Ну, чтоб было. И данная покупка мне обошлась в 200 миллионов рублей. Да, ребятки. 200 миллионов я потратил на вот этот автомобиль. То есть, я не сам его собирал. Я купил его готовый как бы за 200 миллионов. И сам уже просто сюда поставил номера. И поставил занижение 50%. Ну, а так, в целом, как бы, машина едет на третьем щепе 210. Я в реальной жизни максимум разгонял 130. Не знаю, мне кажется, конечно, пустая трата денег. То есть, 200 лямов просто потратил на эту машину. Хотя, ну, по факту, зачем? Можно было купить обычно там с автосалона. Как я это изначально сделал. Она бачком прям неплохо едет. Можно суету делать. Видали, как 360, да? Нормально? Бодриком, да, такая вообще? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...